Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня будем говорить о том, как проходила в области призывная кампания. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Продолжение следует... Он принимал разные должности в военкоматах региона. В 2012 году возглавил военный комиссариат Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности военного комиссариата, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Молодым людям, достигшим совершеннолетия, полагается отправляться на службу. В разное время молодежь по-разному к этому относилась. На ваш взгляд, насколько сегодня престижна служба и, в принципе, военная профессия? Ну, я считаю, что в первую очередь надо исходить из того, что это военная служба, это необходимость, обязанность граждан, граждан мужского пола, для того, чтобы они могли учиться защищать родину. На сегодняшний день, по моему мнению, престиж военной профессии, он немного поднялся по сравнению с начальным периодом нашей государственной самостоятельности. Прошло время разброда, шатаний, строительства государства. На сегодняшний день наше государство построено, вооруженные силы занимаются боевой подготовкой, и поэтому необходимы молодые люди, уже чисто белорусского, так сказать, производства, которые будут комплектовать вооруженные силы, учиться защищать родину и учить будущее поколение. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день, если посмотреть по миру, какие события происходят, то профессия военного все-таки, она востребована, она нужна. А военкоматы каким-то образом участвуют в профессиональной ориентации молодых людей, которые в будущем хотели бы связать свою жизнь с армией? Конечно, это одна из задач военных комиссариатов, профессиональное ориентирование нашей гражданской молодежи с целью привлечения их в добровольном порядке для службы на профессиональном уровне в вооруженных силах. Простой такой статистические данные, на протяжении последних пяти лет, с 2011 до 2015 года, в среднем где-то 90 наших жителей Гомельской области юношей поступали для учебы в различные военно-учебные заведения республики. В этом году, к счастью, мы уже переступили этот порог, и у нас уже 137 наших призывников были направлены для поступления, они успешно поступили в военную академию, в 7 военных факультетов наших гражданских вузов, ну и отдельные из них прошли тестирование, испытания и были направлены в учебные заведения Российской Федерации. Андрей Владимирович, у нас есть телефон и звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Вы уже в эфире, пожалуйста, задавайте ваш вопрос, представьтесь нам. Добрый вечер. Старший мечман в отставке Черкасов Александр Викторович. У меня вопрос такого порядка. Когда что-то сделается с пенсием бывшим военнослужащим? У меня 30 лет выслуги. Уволился из вооруженных сил России инвалидом второй группы. Сначала получил инвалидность, потом уволился. У меня пенсия 356, по-моему, рублей в месяц. Жена прослужила 21 годка, выслуга. Уволилась по болезни. У ней пенсия 180 рублей. Я так понимаю, что гражданским время от времени добавляют пенсии, но военным раза в три реже. Я бы хотел узнать, какие у нас перспективы. И, наверное, это неправильно, как я считаю. Спасибо за звонок. Конечно, 356 рублей – это выше, чем средняя пенсия. Но все равно деньги очень-очень небольшие. Дай бог вам здоровья. Самое главное. Андрей Владимирович, владеть на какой-то информации. Я готов ответить на этот вопрос. Самый главный вопрос, что на следующий год в нашем государстве планируется на 9% увеличить все пенсии. Насколько я понимаю, это касается и военных пенсионеров. Но хотел бы напомнить, для того, чтобы максимальную пенсию в 75% и более высокую можно было заработать, необходимо прослужить не только 20 лет выслуги и более, но и занимать соответствующие высокие воинские должности и воинское звание, чтобы было выше, чем старший лейтенант. К сожалению, Александра Викторовича, я так понимаю, он не дослужил по каким-либо причинам до этих должностей. Поэтому вполне, я считаю, адекватная пенсия для того воинское звание и должности, на котором он служил. Но я надеюсь, что наше государство... Да нет, я уверен в этом, что в следующем году все-таки повышение пенсии вместе с гражданами Республики Беларусь дождутся и военнослужащие, в том числе и той категории, к которой относится Александр Викторович. Андрей Владимирович, предлагаю далее перейти к нашей постоянной рубрике «Есть мнение». Мы выбрали в этот раз для нее вопрос «Считаете ли вы защиту Отечества обязанностью каждого мужчины?» Конечно, мужчина должен служить в армии. Он должен подкачаться и выглядеть красиво. Мужчина обязан быть сильным, мужественным. Он должен защищать свою родину, своих жен, матерей, дочерей. Он обязан быть... Ну, обязан быть мужчиной. Мы должны быть как за каменной стеной и знать, что нам ничего не угрожает. Я считаю, что, наверное, каждый мужчина должен отслужить службу в армии. Наверное, с той целью, чтобы он прошел какую-то закалку, поимел какой-то жизненный опыт. Человек, который в армии не служил, он как-то уже не мужчина, можно сказать так, по-настоящему. Я сам лично служил более 17 лет в армии. Я считаю, что не каждый. Во-первых, причина, это, конечно же, по поводу здоровья. Так как некоторые имеют проблемы со здоровьем и не должны служить по определению. Я считаю, что каждый должен быть способен, либо готов защитить родину. Но защита родины еще не предполагает о том, что каждый возьмет руки оружие. Если мы говорим о мужчинах, то мужчина, в принципе, как довольно-таки сильная часть населения, должен быть способен управлять оружием, механизмами и прочими средствами. Но он может быть также полезен в других вещах. Допустим, если мы заберем качественного, либо очень прогрессивного хирурга с его операционной и отправим воевать в Передовице, то он не сможет спасти, возможно, уникального инженера или полководца, который смог бы применить ход действий войны. Я служил положенное два года. Это не помешало мне закончить музыкальное высшее образование, получить. И сейчас достойно, так сказать, чувствовать себя человеком и гражданином. Надо, чтобы послужил в армии. Ну или хотя бы на военной кафедре служил. Я тоже так считаю. Я считаю, что каждый мужчина должен служить в армии. Он делается более сильным, мужественным и отвечает слово «мужчина». Потому что воинская служба закаляет человека и воспитывает его. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и готовы ответить на вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы уже в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос вашему гостю. Пожалуйста. Значит, вот у меня дочь, 39 лет, имеет ребенка трехлетнего. Значит, после окончания медицинского учреждения, ну, образования, она взята на военный учет, выписан военный билет. Значит, хотела бы я узнать. У нее, значит, несколько медицинских диагнозов клинически подтвержденных. Денгинологически, обследованы и так далее. Значит, у нее поперечно-продольная плоскостопие и гипертония. Средней тяжести. Скажите, влияет это как-то на военный учет или, значит, какая-то комиссия определяет ее состояние, годится или подлежит ли она военному учету? Снимается ли с военного учета? Спасибо. Спасибо за вопрос. Рашиде, отвечу. Дело в том, что военные комиссариаты, в них созданы врачебные комиссии с правами военно-врачебной комиссии, которые осуществляют определение годности, то есть медицинское свидетельство всех наших военнообязанных. Ваша дочь на сегодняшний день является военнообязанной, и она при постановке на учет военный комиссариат проходила медицинское освидетельствование. Так как она на сегодняшний день не предназначена никуда в войска на военное время, то медицинское освидетельство ей не проводится. Вам необходимо обратиться в вашей дочери, вернее, в военный комиссариат по месту жительства с просьбой провести медицинское освидетельство. В период работы комиссии это будет сделано, если по медицинским показаниям, которые вы назвали, она будет признана негодной, то, естественно, ее исключат с воинского учета. Это если с исключением. А так она может быть признана негодной к военной службе в мирное время, то есть не может проходить службу сейчас мирное, но в случае начала военных действий в военное время она может быть призвана по мобилизации для работы по своей специальности. С определенными ограничениями. Спасибо, Андрей Владимирович. Давайте продолжим. Мы видели с вами опрос. Мне интересно ваше мнение. Каждый ли молодой человек должен уметь держать оружие в руках? И почему мы только о мужчинах сегодня говорим, а женщины? Ну, я хочу сказать не как должностное лицо. Как должностное лицо я уверен, что все должны служить. И я сделаю вместе со своими подчиненными все возможное, чтобы наши юноши, если они по закону подлежат призыву, то они проходили воинскую службу. Я скажу просто как мужчина, как отец трех сыновей. Конечно, я считаю, что прохождение службы в мирное время необходимо для приобретения той или иной военно-учетной специальности. На гражданке, к сожалению, не научишь правильно владеть оружием. Тем более на сегодняшний день очень сложная система вооружения находится в Республике Беларусь, в армиях. И современным оружием надо владеть хорошо. Поэтому очень ценятся в войсках призывники, военнослужащие, имеющие высшее образование. Далее, вы же сами посмотрели эти сюжеты, вы видите, что в основном большинство людей за то, чтобы проходили военную службу юноши. Молодому человеку, который говорил про выдающегося хирурга, который способен вылечить командующего, спасти его от чего-то, конечно, он на военное время и будет заниматься своей профессией. Потому что создана определенная система. Например, высокопрофессиональные специалисты, работники наших не только оборонных предприятий, но различных специальностей, они на военное время бронируются от призыва по мобилизации. То есть они остаются в народном хозяйстве и занимаются обеспечением военных действий. А уже те, которые не забронированы и предназначены в войска, они, конечно, идут выполнять свой воинский долг. Поэтому я хотел бы всем скептикам сказать, что год-полтора службы в белорусских вооруженных силах, они пройдут для вас незаметно и с большой пользой. Ну, в зависимости от того позитивного настроения, с которым каждый человек для себя это воспринимает. А девушки, Андрей Владимирович, мы по урокам истории знаем, что женщины себя проявляют, ну, ничуть не хуже мужчин в разных экстремальных ситуациях. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня у нас представительниц прекрасного пола в армии? Ну, вы, Ольга, правильный вопрос задаете. Слушайте, сегодня как раз я и готовясь к нашему диалогу в нашем генеральном штабе уточнил, сколько же у нас девушек, женщин служат в вооруженных силах. И, разрешите, воспользуюсь своими записями, на сегодняшний день порядка 4020 женщин проходят службу в вооруженных силах. Все они проходят службу по контракту. Конечно, есть там и гражданский персонал, но я имею в виду военнослужащие, которые проходят службу по контракту. Из них 553 женщины-офицера. Насколько я знаю, 6 женщин в воинском звании полковник. Это очень большой результат. Где они проходят службу? В основном это войска, военно-воздушные войска и противовоздушные обороны. Там у нас целых 1364 женщины. После них идут войска связи, воинские части, подчиненные главному разведывательному управлению. Это военно-технические части. Поэтому наши женщины востребованы в вооруженных силах. И они приносят свой определенный вклад в обороноспособность нашей страны. Мне еще интересно, как личная жизнь у них складывается. Но боюсь, что этого нет в ваших записях. Ну, личная жизнь. Я знаю многие семьи, у которых династия получается. Они служат либо в одной части, либо в одном гарнизоне супруг военнослужащих вооруженных сил. А супруга служит в пограничных войсках. И они нормально уживаются и воспитывают детей. Поэтому я считаю, что если человек позитивно относится к своей профессии, будь то она связанная со службой в армии или работой на производстве, они всегда найдут позитивные моменты и будут жить счастливо. Спасибо, Андрей Владимирович. Согласна с вами. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас хорошо слышим. Вы, пожалуйста, не прерывайтесь, говорите, задавайте ваш вопрос. Анатолий Федорович, военный пенсионер. У меня вопрос. У меня вопрос к военному комиссару. Я слушаю вас. Вот это самое. Призывайте на срочную службу солдат. Они идут в родину защищать. Сохраняется или входите в стаж, в трудовой стаж. И это самое. И сохраняется или место работы за солдатом? Место работы. Поняли вас. Спасибо. Андрей Владимирович, что касается профессиональной деятельности. Зачисляется ли это время в трудовой стаж и сохраняется ли... Да, Ольга, и Анатолий Федорович, я хочу сказать, что служба в вооруженных силах, на срочной военной службе, служба в резерве, она засчитывается в трудовой стаж нашего гражданина. Это испокон веков это было. Никогда не было того, что отдавать свой воинский долг, было это бесплатно. Государство за это в стаж трудовой включает. Что касается второго вопроса по поводу места работы, то в соответствии с законом о воинской обязанности и воинской службе, трудовым законодательством за гражданином, призванным по призыву в вооруженные силы, сохраняется место его работы. Но хотел бы я сказать, что жизнь на месте не стоит, и если год-полтора будет на этом рабочем месте отсутствовать работник, то, естественно, пользы это предприятию не принесет. Поэтому у руководителей предприятий хозяйств есть право на эту должность принимать специалиста, а уже по возвращению военнослужащего в запас, когда он прибывает, они ему предлагают либо равную должность, либо какую-то другую, более вышестоящую, но обязательно на своем предприятии. Это обязанность наших руководителей предприятий. Спасибо. Как раз сегодня в Беларуси завершились мероприятия осеннего призыва, и накануне на областном сборном пункте побывали корреспонденты диалога. Я предлагаю посмотреть сюжет. 15 ноября 2016 года. До отправки первой партии призывников еще несколько часов, а поэтому ворот областного сборного пункта близких и родственников пока нет. Сами призывники проходят последнюю медицинскую комиссию. По сути, это будущая элита вооруженных сил страны. Они будут служить в войсках, попасть в которые может не каждый. Первая – 265 человек. Идет на укомплектование вооруженных сил. В воинские части – это 38-я бригада отдельная ВДВ, 5-я бригада особого назначения, полк связи КГБ и, главное, военная комендатура. Так называемых уклонистов в Гомельской области в этом году совсем немного. Около 1% от общего количества призывников. Ребята из первой партии в этот список не могли попасть ни при каких обстоятельствах. Говорят, что служба в вооруженных силах для них больше, чем просто гражданский долг. Это занятие для настоящих мужчин. Правда, какими именно будут армейские будни, пока представляется не очень ясно. Дмитрий Анискин будет служить в бригаде специального назначения. С парашюта можно попрыгать, овладеть боевыми приемами, пострелять с любого оружия можно. Пожалуй, самая большая проблема Гомельской области не в отсутствии призывников, а в состоянии их здоровья. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и психоэмоциональные стрессы. То, что вначале кажется незначительным, свой отпечаток все-таки накладывает. Особенно это заметно у городской молодежи. По сравнению с областью, здоровье гомельских призывников оставляет желать лучшее. Основные заболевания – это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания эндокринной системы, еще есть недостаточная масса тела, гастриты идут. В последние дни призывной кампании отправка в армию уже не происходит. В Гомельском городском военкомате оформляются личные дела молодых людей, которые получили отсрочку. Кто-то не успел пройти все необходимое медицинское обследование, у кого-то изменилось семейное положение. Весной многие из них вновь получат повестки и опять придут в свои военкоматы. Что касается осеннего призыва, то все доведенные до области планы выполнены. Отправлено 2025 человек. Из них 265 человек на службу в резерве и 1760 человек на срочную военную службу. Соответствующих проблем не возникало. Соответствующим образом отправили граждан организованно, без нарушения общественного порядка, на укомплектование войск. Вы смотрите диалог. У нас в гостях военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов. Андрей Владимирович, как вы оцениваете эту призывную кампанию? Были ли у нее какие-то особенности по сравнению с предыдущими? Ну, оценку нашей так называемой призывной кампании, как любят говорить в народе, как правило, нам дают по результатам укомплектования вооруженных сил вышестоящее командование. Но для себя я хочу отметить, что мы этот призыв, как, впрочем, и все другие, завершили успешно. И дело тут даже не в том, что мы выполнили в каком-то процентном отношении план, который на Гомельскую область был нарезан для укомплектования вооруженных сил. Мы комплектовали 45 воинских частей, которые требования к состоянию здоровья, физической подготовленности, образованию призывников были, естественно, различные. И призывники по состоянию здоровья, по своей физической подготовленности и образованию, конечно, они все разные. Мы выполнили задачу в каком плане? Все призывники, подлежащие призыву, у которых нет оснований для предоставления отсрочки, они соответствуют требованиям для прохождения службы в этих 45 воинских частях, они были отправлены в войска. Для примера, вот для статистики, я бы хотел сказать, что всего на этот призыв было на призывные комиссии привлечено 12 700 призывников. Из них для продолжения образования было предоставлено отсрочек 4 тысячам. По семейному положению 600 человек. Я хочу сказать, что после того, как были все предоставлены отсрочки и все прочее, на призыв у нас в запас по здоровью прошло 2 тысячи человек. Поэтому признаны годными к военной службе 2700. И вот из этих 2700, 2025 призывников мы отправили. Я считаю, это хороший процент. И мы достойно смотримся по сравнению с другими областями и свой вклад вносим в укомплектование вооруженных сил. Продолжение следует... В документе это можно почитать. Потому что не секрет, что сегодня все вокруг говорят о том, что именно служба в рядах вооруженных сил в стаж не входит. Стаж входит, я вам еще раз это говорю. А документ это трудовое законодательство наше. Вы запишите мой номер телефона и мои подчиненные номер статьи вам этого законодательства скажут. Пожалуйста, звоните 755-155. Андрей Владимирович, спасибо. Давайте продолжим. Принимается ли во внимание желание призывника служить в какой-то определенной части? И какие наиболее престижные? Ну, естественно, для вооруженных сил, что каждый призывник, вообще для молодого человека, естественно, что он хочет проявить себя в той сфере деятельности и в тех видах вооруженных сил, которые он считает себя более подготовленным. Или, наоборот, ему становится там более интересно. Но я хотел бы сказать, что желание призывника служить в той или иной части, оно предусматривается не в первую очередь, естественно. В первую очередь это требование к его состоянию здоровья, физической подготовленности и образованию. Если эти три составляющих, они соответствуют его состоянию и требованиям в ту часть, то тогда его желание будет, естественно, выполнено. Второй момент я бы хотел сказать. Желание желанием, но, например, вот в детстве я смотрел наш советский фильм «Взять живым». И там на фронте комплектовали разведвзвод, который понес большие потери. Естественно, первый, кто выбирал с нового пополнения призывников, это был начальник разведки. И он спросил, кто желает служить в разведке. И никто не вышел. Он второй раз задал этот вопрос. И вышел только один, который засомневался, что он может служить. Тогда командир говорит, ну почему вы тогда вышли, если вы не можете, не видите всей силы? А он говорит, хибаш не будет разведки, если не будет желающих там служить. Поэтому я говорю, что для определенных воинских частей, для которых, например, не изъявляет такого реаного желания призывники служить, естественно, те, которые подходят под предъявляемые требования, они туда направляются. Потому что у нас закон о воинской обязанности, а не о воинском желании. Ну да, это справедливо. А все-таки куда хотят наиболее часто? Ну, все же хотят быть суперменами, насмотрятся фильмы. Поэтому большой, более потребностью такой у призывников пользуются воинские части сил специальных операций. Это такая, как 38-я бригада в Бресте, 5-я бригада в Мариной горке. Потому что довольно-таки интересно и спрыгнуть с самолета с парашютом. Желательно, чтобы он, естественно, раскрылся. Дальше у нас идут по престижности пограничные войска и внутренние войска. Остальные, есть очень много ребят, которые на сегодняшний день владеют компьютерной техникой очень хорошо, которые идут в радиотехнические войска. Артиллеристы очень ценятся, особенно после того, как на территории Гомельской области были испытаны системы залпового огня, новые полонез. Поэтому я хочу сказать, что в каждый род войск имеется свой желающий солдат. А уже сколько их, это зависит от той пропагандистской, профессиональной подготовки наших офицеров, которые занимаются отбором в эти воинские части. Ну а с физической подготовкой и состоянием здоровья, почему такие проблемы у ребят? Ну в сюжете в нашем, который я тоже с вами вместе посмотрел, там четко определили. Это пассивный образ жизни, сидячий образ жизни. В школе он очень много учится, дома делает домашние задания. Потом он расслабляется. Где? Сидя возле компьютера. Я хочу привести вам пример, что общий процент годности к военной службе по состоянию здоровья нашей области 48%. То есть из 100 человек 48 человек они годны. Но по каждому району области он варьируется в той или иной степени. Например, вот в городе Гомель, я подсмотрю с вашего позволения, 36% годных к военной службе. А в Гомельском районе 60%. Это говорит о том, что по всей видимости, может быть в районах проводится более такая профилактическая медицинская работа. Может быть то, что на селе помогают своим родным и близким ухаживать, вести подсобное хозяйство, ухаживать за животными. В городе, может быть еще как шутят некоторые наши военнослужащие, диагностика в городе Гомель лучше, чем в других населенных пунктах. Но я хочу сказать, за последние 10 лет, когда у нас был процент годности 30%, очень серьезно мы его подняли. Благодаря тому, что у нас диагностика стала нормальной, мы проводим большие мероприятия по подготовке подростков в медицинском плане. Потому что я хотел бы сказать, в 16-летнем возрасте, когда происходит приписка наших граждан к призывному участку, они все определяют их степень годности на тот момент. И по этим результатам составляются списки подростков, которых необходимо уделить особое внимание к их состоянию здоровья. И эти списки направляются в медицинские учреждения в районах, где медработники проводят с ними определенную работу. Но я хочу сказать, чтобы еще и родители этим занимались. Потому что зачастую бывают призывники приходят на медицинское свидетельство в связи с присылом. И в военкомате они впервые узнают о том, что они оказываются в той или иной заболевании у них имеется. И необходимо вмешательство медиков. Поэтому я всех призываю своим здоровьем заботиться. Оно нужно не только вам, но оно нужно и государству, и в том числе армии нашей. А нам сейчас с вами нужно выслушать нашего телезрителя и ответить на его вопрос. Здравствуйте. С удовольствием. Добрый день. Мы вас слушаем. Меня зовут Павел Николаевич Пинчук. Я списан в 2010 году по состоянию здоровья. Хотел бы еще раз пройти медкомиссию, если бы была возможность попасть в армию. Хотели бы попасть? Да. Спасибо. Хорошо. Я вам отвечу на данный вопрос. Если вы в 2010 году были признаны, как я понимаю, негодным к военной службе в мирное время, а границе негодным в военное время, то до 27-летнего возраста каждые три года вас военный комиссариат, по всей видимости, я надеюсь, выполнил свои задачи, и приглашает для медицинского свидетельства, для проверки вашей годности. Если до сих пор с 2010 года в течение шести лет вы не были переданы из учета военнообязанных на учет призывников, то, по всей видимости, есть проблемы у вас с состоянием здоровья. Но я хочу сказать, если у вас есть жгучее желание служить в вооруженных силах, то вам необходимо прибыть в военный комиссариат, можете ко мне прибыть на улицу Садовую, 10. Мы изучим ваши документы, имеющиеся в военном комиссариате, направим вас сначала на медицинское обследование, потом на освидетельствование, и тогда уже врачи нам выдадут результат о годности вашей. Если будете вы годны к вооруженным силам и другие, к службе вооруженных силах, и другие требования в отношении вас будут соблюдены, то тогда, я думаю, что мы вам сможем предложить то или иное место для прохождения службы. Андрей Владимирович, а как обстоит ситуация с теми, кто ищет любое место, только бы укрыться от необходимости исполнять свой воинский долг? Я имею в виду людей, которые скрываются от этой обязанности. Как уже в видеосюжете вы слышали, в этом призыве у нас 138 призывников, они уклонились от мероприятий призыва. На всех этих призывников будет установлена причина их уклонения. Если на то будут основания, будут собраны материалы и направлены в прокуратуру для проверки и при необходимости для возбуждения уголовного отдела. Тут не может быть никакого другого варианта. Либо не виноват, и тогда привлечен не будет, либо виноват, и тогда будет привлечен он к уголовной ответственности. Я хотел бы нашим телезрителям напомнить, что тут два аспекта имеются. Это просто неявка в военный комиссариат. Она, за неявку в военный комиссариат без уважительных причин, предусмотрена административная ответственность. Но если призывник уклонился от мероприятий призыва, то есть воспрепятствовало его уклонение отправки в войска, или он причинил себе какое-то телесное повреждение, то тут уже наступает уголовная ответственность. Наши телезрители, которые с интернетом очень в близких отношениях, могут заметить, что недавно в Новобелеце состоялся суд над призывником, который в 2015 году, для того, чтобы не пойти в армию, нанес себе ущерб своему здоровью, отщипнул, так сказать, кусочек желудка у себя с тем, чтобы имитировать язву. Я вам хочу сказать, очень серьезные врачи работают в наших врачебных комиссиях. В любом случае на обследование будут направлены и не единожды, чтобы установить, либо он негоден, либо годен. Поэтому что-то себе специально портить, это вы себе портите состояние здоровья. Я вам хочу сказать, если по объективным причинам состояние здоровья, оно не позволяет служить, врачи наши это обязательно найдут. Уверяю вас. Главное, вы не молчите, предъявляйте свои жалобы, и врачи вас направят на медобследование. Спасибо, Андрей Владимирович. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос постарается покороче. Понимают ли военнослужащие наши, что отдают присягу, наверное, с Республики Беларусь? На ваш взгляд, какую сторону они поддержат в украинском конфликте? И не случится ли у нас, как в Крыму, что при, скажем так, воздействии внешних сил, некоторые просто придадут присягу и перейдут на сторону, скажем так, противника? Спасибо. Ну, надо изучать, наверное, у нас историю и статистику по истории. Насколько меня учили в школе, в нашем военном учебном заведении, что где-то у каждой страны, у каждой народности имеются определенные люди, которые могут быть предателями, которые могут не выполнить свое данное слово и присягу. То это, как правило, 1-1,5% от населения той страны. Я могу сказать, что, общаясь с нашими призывниками, общаясь с солдатами, которые служат в наших вооруженных силах, с офицерами, я уверен в том, что они свою присягу не нарушат. И мало того, такой, по моему мнению, такой прецедент, как в Крыму, когда без боя сдали свои технику, вооружение, военнослужащие Украины, у нас не может произойти только потому, что у нас нормальный главнокомандующий вооруженных сил, который сам станет рядом с нами с оружием в руках, чтобы защитить суверенитет нашей Родины. Я вам это гарантирую, как офицер, как полковник. Андрей Владимирович, что бы Вы хотели пожелать призывникам, настоящим будущим, всем, кто служит сегодня, их родителям, которые, конечно же, за них все равно беспокоятся, и всем нам? В первую очередь, я призывникам хотел бы пожелать, они уже стали военнослужащими, чтобы они успешно владевали теми военноучетными специальностями, на которых их призвали, проходили службу достойно, чтобы родители гордились ими. Их родителей и близких я приглашаю 10 декабря для участия в воинском ритуале по принятию и по приведению их к военной присяге. Ну, а остальным призывникам и допризывникам, которые готовятся к службе в армии, я хотел бы пожелать мускул свой, дыхание и тело тренируйте с пользой для военного дела. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Спасибо, до свидания. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов был сегодня гостем в нашей студии. Спасибо Вам за внимание и за Ваши вопросы. До свидания. Продолжение следует...